Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы начинаем курс self-management. В буквальном переводе self-management означает управление собой. Для начала хотелось бы поподробнее определить это понятие, как мы будем понимать слово self-management в этом курсе. Self-management – это способность управлять своими мыслями, чувствами, эмоциональным состоянием, способность справляться со стрессами. А также умение эффективно использовать свои навыки и внутренние ресурсы для достижения поставленных целей. Умение защищать себя от негативных влияний, способность останавливать любые негативные мысли, эмоции и контролировать свое внутреннее состояние. Для того, чтобы научиться всему этому, нам нужно понимать, какие процессы происходят в нашем внутреннем мире. Какие мысли возникают в нашем уме, какие чувства им сопутствуют. Об этом мы будем говорить в дальнейших лекциях и на этой лекции. А сейчас мы переходим к нашей первой теме. Самонаблюдение и самопроверка. Для того, чтобы self-management не был похож на какой-то тяжелый труд, а выглядел как искусство, то есть дарил вдохновение и нам, и тем, кто нас окружает, В своем процессе самоуправления нам нужно проходить по трем главным шагам, ступеням. Первый шаг – это самонаблюдение или внутренняя самопроверка. Второй шаг – это непосредственно самоконтроль и управление. И последний шаг – это творчество или создание чего-то нового. Для чего нужно самонаблюдение? Это первый шаг, с чего начинается этот процесс самоуправления. Мы начинаем с того, что мы понимаем ситуацию и находим новые внутренние источники силы. Здесь речь идет не о каких-то физических источниках силы, как питание, может быть, солнечный свет, физическая энергия, тепло. В своем духовном состоянии мы получаем энергию, общаясь с кем-то. Может быть, это друзья, может быть, какое-то хобби поддерживает нас, любимая работа. Также, обращаясь к самим себе, начиная вот этот процесс самонаблюдения, мы можем понять, что есть какие-то внутренние источники силы, которые мы до этого не использовали. Наши собственные мысли, наши собственные внутренние отношения, чувства могут быть такими дополнительными источниками силы. Также, самонаблюдение помогает обрести состояние внутренней стабильности и спокойствия. Вообще, это отправная точка для начала каких-то изменений. Внутреннее спокойствие, которое дает большую внутреннюю силу. Самонаблюдение дает глубокое понимание ситуации, и она освобождает от многих самообманов. Также мы можем выявить потери, утечки нашей силы, и заранее заметить какие-то ловушки. Можем защитить себя от ошибок. Пытаться напрямую управлять и контролировать, не проходя по всем этим трем ступеням. Этот процесс может временам быть достаточно сложным или ограниченным. Нам не всегда удастся сделать так, как мы желаем. Если же мы последовательно проходим по всем шагам, начинаем с первого шага. Самонаблюдение. Очень хорошая привычка, каждое новое дело, важное дело, начинать с небольшой паузы. Дать себе время немножко посмотреть на ситуацию как бы со стороны. Заглянуть внутрь себя. Посмотреть на ситуацию в целом. С чего все начиналось и чем все закончится. Чтобы увидеть целостную картину. Также такая внутренняя пауза, она позволяет нам глубже осознать информацию, которую мы обладаем. И затем более эффективно ее использовать. Одна из больших проблем современного общества, это большая перегрузка информации. Мы постоянно находимся под внешним информационным прессом. Телевидение, радио, книги, общение, телефон. Постоянно отовсюду насыпется какая-то информация. И в большей части эта информация остается на уровне... Она глубоко необдуманная, она остается неиспользуема. То есть она остается пустой. Такая пустая информация, она ложится бременем на наш ум, и она блокирует наши внутренние силы. Мы не можем в полной мере раскрыть свой внутренний потенциал и использовать все ресурсы. Поэтому давать себе небольшие паузы, находить время в своем расписании на такое внутреннее погружение в себя, на более глубокое размышление даже о тех планах, которые мы составляем, о тех методах, которые мы используем, помогает нам открыть какие-то новые стороны, новые грани, которые мы до этого даже не замечали. И это помогает нам использовать, именно использовать на практике ту информацию, которую мы обладаем. Вот это практическое использование, оно дает внутреннюю силу. Именно переработка информации под свои нужды и использование на практике, именно это дает силу. И именно это приводит к результату. Теперь коснемся немножко вопроса, что же такое «я». Мы говорим, что self-management – это управление собой. В определении прозвучали термины, которые связаны с моим внутренним миром. В первую очередь, с моим внутренним миром. Это мои чувства, мои мысли, отношения, состояния. Поэтому давайте сейчас немного поподробнее рассмотрим, что же внутри меня, что же это за «я». Человек – это существо сознательное. И в большей мере его жизнь протекает именно в сфере действия его сознания. Даже большую часть сознательных процессов мы не проявляем вовне. До 70 и даже 80 процентов наших мыслительных процессов внешне никак не проявляются. Все наши чувства, мысли, эмоции остаются в основном с нами. И только небольшая часть, как верхушка айсберга, проявляется как-то в наших словах, действиях, в наших планах, новых идеях. И вот как сознательные существа мы обладаем вот этой как раз энергией, тонкой, невидимой энергией сознания, которая проявляет себя в некоторых формах. Сознание – это осознание себя и окружение. Это ощущение. Также именно работа сознания помогает нам понимать ситуацию, различать, правильное что-то происходит или неправильно, принимать какие-то решения. Именно в сфере сознания появляются наши новые желания, работает воображение, память прошлого, какие-то эмоции. Когда мы обращаемся внутрь себя в процессе самонаблюдения, первое, что мы замечаем, это мысли и связанные с ними чувства. Это первое проявление работы сознания, отображение внешней реальности через мысли. Все, что мы видим, все новые идеи, которые у нас появляются, они возникают в сознании в форме мысли. И если мы научимся четко понимать, как работает мысль в сознании, если мы научимся управлять своими мыслями, мы действительно очень сильно продвинемся в этом искусстве самоуправления, селф-менеджмента. Не знаю, пробовали ли вы когда-либо наблюдать за своим умом, понаблюдать за своими мыслями. Как-то ученые почитали, что за день человек создает более 30 тысяч разных мыслей. Это приблизительно получается около 30 мыслей каждую минуту. С утра до вечера, не прерываясь. Эти мысли текут буквально непрерывным потоком. И каждая мысль – это энергия. Это сознательная энергия. Мы используем эти мысли в практике, такую огромную энергию, буквально на 5-10%. Большая часть энергии ума протекает мимо нас, используется впустую. Поэтому нам нужно уметь понимать, какие бывают мысли. И, может быть, даже научиться уменьшать количество мыслей. Но каждую мысль делать наполненной и результативной. В целом различают 4 главных типа мыслей. Мысли бывают необходимые, пустые, отрицательные и положительные. Первая категория мыслей – необходимые мысли. Необходимые мысли возникают у нас в нашей повседневной деятельности. Прежде чем что-то сделать, нам нужно создать мысль. Необходимые мысли – это те мысли, которые возникают в нашем уме естественно, как будто на автомате, на автопилоте. Например, мне нужно сдать экзамен. Пора готовить обед. Что купить, чтобы приготовить это на ужин? Мне нужно забрать детей из школы. Это мысли, которые связаны с нашими повседневными обязанностями, с делами, которыми нам нужно сделать. И в идеале такие мысли должны возникать именно в тот момент, когда нам нужно что-то сделать. И именно за столько времени, сколько требуется на реализацию этих мыслей. Если таких мыслей становится слишком много, или эти мысли начинают причинять нам какое-то беспокойство, то необходимые мысли переходят в следующую категорию. Они становятся пустыми мыслями. Пустые мысли – у них есть два отличительных особенности. Первое – они очень быстрые, они очень быстро бегут в уме, их очень много. И второе – они никак не проявляются на практике, то есть они не приводят к никакому практическому результату. Пустые мысли тратят энергию и ума в пустую, отсюда их название. То есть в уме проходит какой-то мыслительный процесс, но который не приводит ни к какому результату. Именно пустые мысли в большей части утомляют человека. Говорят, что человек устает не от работы, которую он совершил, а от пустых мыслей, которые в этот момент возникают в уме. Пустые мысли могут быть связаны как с настоящим, так с прошлым или будущим. Вот как раз мы говорили про обычные мысли, которых, если их слишком много, то они становятся пустыми. Это пустые мысли, связанные с настоящим. Очень много пустых мыслей возникает в связи с какими-то прошлыми событиями. Обычно это в связи с какими-то негативными прошлыми событиями. И такие пустые мысли звучат так, как «Вот если бы у меня было вот то-то, вот если бы это было по-другому, вот если бы со мной был тот-то и тот-то», также могут быть и пустые мысли, связанные с будущим. «Может быть, это произойдет, наверное, у меня получится, хорошо было бы, если бы». То есть пустые мысли, отличительная черта всех пустых мыслей, в них недостаточно энергии для изменения, для привнесения каких-то реальных изменений. Если пустые мысли связаны с прошлым, то прошлое уже прошло, его никак нельзя изменить. Пустые мысли, связанные с будущим, в них звучит интонация неуверенности, какое-то вот такое дрожание «получится, не получится, может быть». И именно вот эта энергия сомнений, она не дает этим мыслям воплотиться в практику. Именно пустые мысли приводят к бессоннице, к усталости, к стрессам. Они поглощают очень много мыслительной энергии человека. И поэтому нам нужно научиться контролировать эти мысли, то есть распознавать, что эта мысль пустая, что она не ведет никакому результату, и уметь останавливать эти мысли. Для начала, для этого потребуется какая-то определенная практика. Но постепенно сложится такая новая привычка – состояние свободы от пустых мыслей. Но вначале потребуется значительная энергия, внутренняя энергия, сила ума, чтобы суметь остановить эти мысли. Потому что на самом деле мысли, если запускается поток пустых мыслей, его потом достаточно сложно остановить. Одна мысль цепляется за другую, и даже сложно различить, что эта мысль является пустой. Следующая категория мыслей – это негативные мысли или отрицательные мысли. Отрицательные мысли связаны с какими-то негативными внутренними ощущениями. И с такими качествами, как страх, зависть, ненависть, корысть. Эти мысли очень негативно влияют на личность. Иногда эта негативная энергия буквально захлёстывает человека. Он готов прям, возникает чувство, готов убить кого-то. Но чаще эти мысли проявляются в каких-то более-менее нейтральных формах. Неприязнь, нежелание кого-то видеть, с кем-то разговаривать. Но в любом случае негативные мысли, они приводят к устойчивым негативным реакциям. И они сильно разрушают способность человека видеть реальность. Эти мысли чаще всего основаны на каком-то негативном, просто негативном опыте. Или они связаны с какими-то негативными чертами характера. Негативные мысли никак не связаны с нашими внутренними ценностями. Или с нашими изначальными качествами. С такими как любовь, доброта, милосердие, спокойствие, доброжелательность. Поэтому нужно очень хорошо уметь защищать себя от этих мыслей. Иногда это будто бы пожар. И если у кого-то одного возникает негативная мысль, она как будто заражает окружающих. И мне нужно научиться быть вне, быть защищенным от всех негативных мыслей. И последняя категория мыслей – это положительные мысли. Самые ценные мысли для развития. В том числе для развития в себе искусства управления собой, управления своим внутренним миром. Эти мысли основаны на наших внутренних духовных и нравственных ценностях. На таких позитивных чувствах и качествах, как любовь, сострадание, понимание, милосердие. Позитивные или положительные мысли могут быть как о ситуациях, об окружающих, так и о самом себе. Очень важно уметь создавать положительные мысли о самом себе. Это позволяет переживать состояние уверенности в себе, развивает самоуважение и помогает увидеть в себе многие положительные качества. Положительные или позитивные мысли также разделяются на три главных категории, на три группы. Первое – это мысли добрых пожеланий. Или возвышенные мысли. Эти мысли – это такое универсальное позитивное отношение ко всем, ко всем, кто меня окружает. Даже если мне сейчас кажется, что кто-то мне хочет навредить, в этот момент у меня есть добрые пожелания к этому человеку. Это называется как раз искусством положительного мышления. Способность создавать добрые мысли об окружающих, независимо от ситуации. Врачи, когда они приступают к практике, перед этим они дают клятву Гиппократа, в которой они клянутся, что они будут использовать свои умения и знания в медицине, независимо от того, как к ним относится человек. Они обещают, что они будут лечить даже врагов. Так и нам нужно научиться вот этому такому универсальному позитивному отношению, добрых пожеланий. Не хранить никому вражды. То есть, если я даже вижу в ком-то негативные качества, которые мне хочется изменить, то в первую очередь будут работать именно мои добрые пожелания, мои чистые чувства, а не наставления и поучения. Сначала я создаю вот это доброе внутреннее отношение, а потом я могу уже дать какие-то наставления, которые помогут тому человеку. Второй тип позитивных мыслей. Это чистые мысли. Это мысли, которые основаны на наших глубоких внутренних качествах, таких как любовь, уважение, сострадание, понимание, доброжелательность. Эти мысли создают состояние внутренней гармонии, состояние умиротворенности. Они помогают налаживать мосты в отношениях и помогают развиваться внутренним качеством. И третий тип позитивных мыслей – это сильные или решительные мысли. Эти мысли требуют внутренней концентрации, собранности. Когда в жизни мне предстоит провести значительные перемены, мне требуется мужество, решительность. Вот именно в этот момент нужно создавать решительные мысли. Они направлены на значительное преображение. Вот эта картина, то, что мы рассмотрели, разные типы мыслей, она похожа как спектр разных мыслей. Как белый свет можно разложить на семь цветов радуги, основные базовые цвета, так и все мысли можно разложить на основные типы. Но в реальности мы знаем, что в мире не только семь цветов. Нас окружают сотни и тысячи разных цветов, десятки тысяч и миллионов оттенков и полутонов. Так же и в нашем внутреннем мире, в нашем мышлении. Одна мысль идет за другой, одна мысль перетекает в другую. И иногда очень сложно понять, какая это мысль, к какой категории ее отнести. Иногда даже бывает так, что мысль начинается как позитивная, сильная, решительная. Потом туда примешивается что-то пустое, переходит в негативное. И так постоянно внутри происходит какой-то процесс. Поэтому как раз очень важен вот этот первый шаг. Самонаблюдение и самопроверка. Чтобы увидеть и понять вот эти процессы, которые происходят внутри меня. Чтобы немножко пояснить, как мысль переходит из одной категории в другую, можно привести такой пример. Может возникнуть мысль. Я хочу сделать хорошую карьеру. Если эта мысль основана на чувствах недостатка самоуважения, и то есть внутри есть внутреннее желание прославиться, укрепиться, утвердить свое самоуважение за счет вот этой карьеры. Тогда эту мысль в целом можно сформулировать так. Мне кажется, что меня будут больше уважать, и мое самоуважение повысится, если мое положение в обществе будет выше. Эта мысль, она меня отдаляет от моего внутренних качеств. Она делает мои качества зависимыми от внешнего признания. И эту мысль можно назвать негативной мыслью. То есть человек будет... Эта мысль приведет к развитию высокомерия. Он будет зависеть от мнения других. Если же эта мысль о развитии по карьерной лестнице связана с тем, что есть желание служить обществу, есть желание взять на себя больше ответственности, чтобы помогать людям, в то же время оказывая им при этом уважение, то вот эта мысль как раз основана на моих изначальных позитивных качествах. На уважении, на стремлении развиваться, на самоуважении, на решительности. И вот эта мысль приведет к положительному результату. Также можно рассмотреть любую обычную мысль, которую мы создаем, и посмотреть мотив, который стоит за этой мыслью, и чувства, на основе которых оно возникает. Тогда можно уже глубже понимать, к какой категории можно отнести данную мысль. Также в процессе нашей внутренней самопроверки нам нужно обращать внимание на четыре главные вещи. Это свой взгляд на жизнь, намерение, внутренние отношения и характер своей реакции на события. Все эти аспекты очень тесно связаны с нашим мышлением и внутренним состоянием. Можно провести несколько примеров. Я знаю, все вы хорошо знаете пример, тест на выявление оптимистов и пессимистов. Если оптимисту и пессимисту дать по половине стакана с водой, то оптимист... Какие мысли будут оптимиста? Ого, целых полстакана. А какие мысли будут в голове, в уме пессимиста? Ну вот так всегда. Полстакана не долили. То есть в первую очередь наш характер, он проявляется также в наших мыслях. И по мыслям можно отслеживать свой характер и свою реакцию на события. Другой пример. Например, если, например, начальник на работе сделал какое-то замечание. Какой будет моя реакция? Если у меня в уме возникнут мысли, за что? Почему мне? Как же так? И с этим будут связаны сразу же негативные чувства, негативные реакции. Я даже могу утратить контроль над своими словами. Это может привести даже к разрыву отношений. Последствия будут разрушительными. Или моя реакция может быть положительной. Хорошо. Значит, мне надо чему-то научиться. Такая позитивная реакция, проявление стремления учиться, развиваться, уважение к другим, поможет мне налаживать хорошее отношение с другими. И даже в такой, казалось бы, невыигрышной ситуации я могу получить дополнительные баллы, повыситься свой статус и имидж в глазах окружающих. Благодаря своей выдержке, спокойствию, способности оказывать уважение, справляться с трудностями. Итак, каждый момент, отслеживая и проверяяя свои чувства, мысли, состояния, делая свои реакции позитивными, положительными, независимо от окружающей ситуации, мы в результате можем извлекать благо даже из негативных ситуаций, развиваться в негативных ситуациях даже больше, чем в благоприятных, положительных. Теперь мы переходим к самоконтролю и творчеству. Это понимание, что каждая мысль, она несет энергию. Каждая мысль, она изменяет меня, изменяет как мой внутренний мир, так она изменяет и мир вокруг меня. Мысль, она не имеет физических измерений. Она течет, она разлетается сразу по всему пространству. И каждый, кто меня окружает, он чувствует то состояние, может почувствовать то состояние, в котором я нахожусь. Это как раз и является фундаментом для взаимоотношений. Говорят, что подобное притягивается к подобному. Компании, дружба, они складываются именно благодаря чему-то общему, что есть внутри каждого. Какой-то внутренней общности, внутреннему общему пониманию, общим идеям, общему отношению. И потом это уже проявляется в форме дружбы, хороших отношений и так далее. И сейчас хотелось бы перейти уже непосредственно к практическим моментам позитивного мышления. Хотелось бы, чтобы наши лекции носили не только познавательный характер, но имели и практическую ценность. Несколько советов для того, чтобы вот эти позитивные мышления усвоить в своей практической жизни или развить в себе вот это искусство создания положительных мыслей. Нужно постоянно создавать и хранить в своем уме положительные мысли о себе и окружающих. Цель направлена. И сделать это своей целью. Создавать такую решительную мысль. То есть снова и снова напоминать себе об этой цели. Что я буду поддерживать положительные мысли о каждом, кто меня окружает. В первую очередь я буду замечать в каждом только самое лучшее, что в нем есть. Сейчас мир достаточно сложный. И все процессы, все очень запутаны. Также и каждая личность очень-очень сложная. В каждом есть как негативные стороны, так и положительные. Во многих мы замечаем в первую очередь именно негатив. Потому что это чаще проявляется. Но независимо от человека нет такой личности, в которой нет ничего положительного. Обязательно в каждом есть хоть одна очень ценная, очень яркая особенность, которую он проявляет в каких-то ситуациях. Вот поставить себе такую цель научиться обнаруживать, выявлять, буквально выискивать других самые лучшие, их позитивные стороны. Благодаря этому мы сможем налаживать очень хорошие отношения с каждым. Вот это как раз позитивное отношение к другим, умение найти что-то положительное в других, позволяет наладить вот этот внутренний мостик к сердцу другого, к его внутреннему миру. Помогает понять его глубже. И тогда вот как раз вот это положительное отношение, оно будет изменять тех, кто нас окружает. Оно реально изменяет. И они будут с вами общаться именно с точки зрения их лучших качеств. И второе понимание, то, что мысль это энергия, а второе мы, есть то, что мы думаем о себе. Очень важно уметь создавать положительные мысли о самом себе. Можно сказать, даже вести такую регулярную внутреннюю практику. Знакомы такие практики, как аутогенная тренировка, какие-то наговоры, похожие на молитвы, медитация, в которых целенаправленно человек размышляет на тему, на какую-то возвышенную, высокую тему. Вот в качестве такой темы можно взять свой сильный, возвышенный характер, позитивный характер, свои самые лучшие качества. И мыслить о самом себе, как об очень ценной, уникальной личности. Создавать такие мысли. Но тут, конечно, следует понимать, что эти мысли не должны быть оторваны от действительности. Они должны быть основаны именно на моих внутренних положительных качествах, в том числе и на честности. То есть, если я начинаю создавать положительные мысли о себе, я должен быть честным с самим собой. То есть, мои мысли, слова и действия должны совпадать. И если в действиях я не проявляю какого-то качества и буду говорить о себе, что я такой, то внутри возникнет состояние дисгармонии, дисбаланса. Такая мысль, она не будет сильной. Она не будет по-настоящему позитивной. Она не будет работать, и поэтому будет просто пустой тратой времени, будет пустой мыслью. Создавать именно реальные мысли о своих реальных положительных качествах. Уметь понимать себя глубже. Уметь ценить себя глубже. Очень часто для этого нужно просто обращать на это внимание. Часто за суетой, за внешними делами мы перестаем ценить свое внутреннее состояние, свой внутренний мир. Мы начинаем оценивать себя с точки зрения материального мира. Сколько успешных сделок я совершил, сколько денег я заработал, сколько новых вещей я купил. При этом совершенно перестаем отслеживать, а какие чувства при этом я испытывал. С какими мотивами я совершал данное действие. К чему впоследствии приведет данное действие. Возвращаясь к самопроверке, можно как раз вспомнить, что именно если я даю себе небольшую паузу, даю себе время, чтобы остановиться и заглянуть внутрь себя, я могу увидеть свой внутренний мир, могу почувствовать его. И иногда очень помогает услышать свой голос совести. У нас есть в сознании вот этот тонкий голос, который очень часто подсказывает нам, правильное это действие или неправильное. Но очень часто за внешним грохотом, за внешней суетой мы просто не слышим этот голос. Он стал уже очень-очень слабым. Поэтому нужно давать себе вот эту паузу, создавать внутри себя внутреннее безмолвие, в котором мы можем услышать в том числе и этот голос, голос совести. Он очень часто подсказывает нам простые, но очень эффективные решения. Нужно просто взять и сделать. Еще один совет. Очень полезно свой день, каждый день начинать с небольшой специальной практики. Можно назвать это медитацией или аутогенной тренировкой. Или просто практикой создания положительных мыслей о себе, о мире, об окружающих, о ситуациях, которые ожидают меня в этот день, которых мне предстоит оказаться. Для этого лучше выбрать какое-то уединенное место утром, 10-15 минут, специально выделить для такой практики. Примеры таких позитивных мыслей. Уже приводилось три категории позитивных мыслей, которые можно создавать. Это могут быть чистые мысли, которые напоминают мне о моем сильном, чистом внутреннем состоянии. Например, я сильная, позитивная личность. В моем сердце есть глубокое стремление, глубокое желание нести добро в этот мир. Я желаю с каждым строить гармоничные, добрые взаимоотношения. Это просто естественные мысли на позитивной волне. Для начала это может показаться чем-то таким неестественным, как каким-то непривычным. Но постепенно, по мере практики, эти мысли будут наполняться все большей и большей силой. Каждая мысль, если ее повторять несколько раз, она наполняется чувствами. Она переходит уже на уровень чувств. Я начинаю глубоко чувствовать это, осознавать эту мысль. Тогда эта мысль уже будет оставаться со мной в течение всего дня. Я не забуду эту мысль, это осознание. И сила этой мысли будет помогать мне в течение всего дня. Использование силы мысли. Мы уже говорили о том, что мы есть то, что мы о себе думаем. Также полезная практика находить в течение своего дня минутку, две для того, чтобы обратиться внутрь себя. Есть такое интересное слово «интровертность». Это как раз обращенность внутрь себя, вглубь своего внутреннего мира. В противоположность этому слову есть такой термин «экстравертность». Экстраверт – это человек, который полностью обращен во внешний мир. Он поглощает всю информацию из внешнего мира, которая его окружает. Такой человек совершенно не оценивает, нужна эта информация, не нужна, может он ее использовать, не может. И вся эта информация пустым бременем ложится в уме. Она загрязняет ум, замусоривает его. Такой человек постепенно утрачивает связь со своим внутренним миром. Он морально истощается, приходит депрессия, усталость и уходит в состояние внутреннего счастья. В противоположность этому экстравертный человек – это тот, кто обращен вовнутрь себя, в свой внутренний мир. Конечно, нельзя полностью отключиться от внешнего мира. Нельзя быть полностью интровертным. Но иногда полезно обратить свое внимание в свой внутренний мир. Посмотреть, что происходит там. Особенно, когда мы получаем какую-то информацию. В этом аспекте интересна одна притча, которая называется «Тресита». Слышал? Хорошо. Второе сито. А просеял ли ты эту информацию через сито доброжелательности? То, что ты хочешь сказать, оно принесет благо, оно несет добро в себе? Нет. Вроде нет. Не знаю. Хорошо. Хорошо. Третье сито. А просеял ли ты то, что мне хочешь сказать, через сито истины? Ведет ли это информация к истине, к истинному пониманию ситуации? Да нет. Ну, тогда не говори то, что мне хочешь сказать. Не обременяй себя этим ни меня, ни себя. Так и нам. Прежде чем мы воспринимаем какую-то информацию, нужно просеять через какое-то сито. Несет ли эта информация мне пользу? Несет ли она мне благо? Или, может быть, я спокойно могу обойтись без этой информации, без этого знания. Можно даже провести такой своего рода внутренний аудит и аудит своей жизни. Те передачи, которые я смотрю, те книги, которые я читаю, разговоры, которые я веду. Есть ли у них вот эта правда? Есть ли у них доброжелательность? Ведут ли они к какому-то развитию? Или я могу совершенно спокойно от всего этого отказаться? Потому что как правда то, что мысль влияет на мою жизнь, каковы мои мысли, такой будет моя жизнь, так правильно и обратно. Какова жизнь, которую я создаю вокруг себя, таково мое внутреннее состояние. Есть такой как бы тест, внутренний тест. Если вы хотите узнать свое состояние ума, загляните в свой шкаф. И если порядок в вашем шкафу, то порядок, значит, есть порядок в вашем уме. Но если нет порядка в шкафу, то можно сделать выводы. Человек, который живет в состоянии внутреннего хаоса, он не может просто жить в ситуации, в которой порядок. Он будет так или иначе вот этот внутренний хаос проявлять вовне. Его мысли будут проявляться в словах, в действиях. И постепенно внешнее окружение будет таким же, которое соответствует его внутреннему миру. Так правильно и обратно. Иногда может внешняя обстановка, внешнее окружение очень сильно повлиять на мой внутренний мир. Вот поэтому вот это умение оградить себя от ненужной информации, от пустой информации. Очень полезное искусство. Искусство такой защиты. Также называют все, к чему я обращаюсь, все, чем я интересуюсь, это сфера моих интересов или моя компания. Сюда относятся и друзья, и книги, которые я читаю, и новости, которыми я интересуюсь. И вот говорят, скажи мне, кто твой друг, какая у тебя компания, я скажу, кто ты. И если у меня нет никаких критериев для отбора вот этой компании, вот этого общества, я поглощаю все, что встретить в моей жизни, книги, газеты, информацию, передачи, общаюсь с кем попало, то постепенно это становится частью моего внутреннего мира, частью меня. Если же я поставил перед собой цель развивать свой внутренний мир, развивать свой характер, то я также буду очень внимательно относиться к тому, что меня окружает, вот к этой своей компании, к сфере своих интересов. Интересует ли меня что-то бесполезное, пустое? Интересует ли меня что-то негативное, что приносит боль и печаль мне или окружающим? Или я избавился от таких интересов? У меня нет притяжения ни к чему отрицательному. Единственный мой интерес – это находить в себе положительное и в других. Дарить другим положительное и получать от других только доброе, позитивное. Это искусство – это искусство дарить благословение и получать благословение от других. Это искусство как раз основано на глубоком, позитивном отношении к себе, к жизни и к окружающим. Ну, я думаю, и все. На этом мы закончим тему внутреннего аудита. Дальше уже идет аспект действительно практической работы. Насколько нам это интересно – изменять себя, проверять себя и работать. Этот процесс постепенный, он достаточно длительный, но он очень интересный. Когда я нахожу в себе что-то, что я действительно изменил, что я смог себя в чем-то перестроить, преодолеть. И это дарит такую большую внутреннюю радость, такой энтузиазм, подъем. Так окрыляет душу, что я могу сделать очень многое и многое еще. Дает энергию для дальнейших побед и достижений успеха. Следующая наша тема – это три точки опоры для создания стабильного состояния. В ней мы поговорим о том, как взаимодействуют три главных способности сознания. Ум, то есть способность создавать мысли. Интеллект, способность понимать и принимать решения. И подсознание, то есть способность помнить прошлые впечатления, события, память прошлого. Мы поймем, как это все взаимодействует в нашем сознании, и как мы можем использовать это для своего саморазвития. Субтитры создавал DimaTorzok